Современные горожане даже не задумываются, куда утекает вода из открытого крана. В конце концов, все сточные воды Владимира оказываются здесь, на очистных сооружениях водоканала. Специалисты утверждают, что после всех ступеней очистки канализационная вода становится чище, чем та, что в Клязьме. Очистные сооружения, несколько стадий очистки. Это первое, механическая очистка, биологическая очистка, обеззараживание стоков и обезвоживание осадков. И обработка осадков, которые образуются на очистных сооружениях. На первом этапе из точных вод удаляют крупный мусор с помощью так называемых решеток. За сутки накапливается примерно один кубометр бытовых отходов, которые потом увозят на мусорные полигоны. Раньше, вспоминают специалисты, иногда встречались интересные находки в этих горах мусора. Но с 2006 года все стало автоматизировано, и теперь никто не проверяет, что оказывается в нашей канализации. Но вот чего действительно много в бытовых отходах, так это песка. За сутки накапливается около 200 килограммов. Его не выбрасывают, а отдают на нужды города. Песок мы, значит, на подсыпку дорог идёт, в основном на подсыпку дорог. Потому что он идёт с включениями такими. В данный момент у нас в городе уже на Улыбинском магистрале делали подсыпку. Механическую очистку сменяет очистка биологическая. В течение 8-10 часов вода, смешанная с сылом, в специальных аэротенках с помощью 32 видов микроорганизмов, очищается от различных примесей. В будущем году сюда поставят новое оборудование, которое сможет удалять из стоков азот и фосфор. Затраты на реконструкцию составят примерно 25 миллионов рублей. Для вторичной переработки, кроме песка, используют и иловый осадок, который обезвоживают и используют в качестве удобрения. После очистки воду обеззараживают и сбрасывают в клязьму. Это биологическая уже этап очистки. Происходит в сооружениях, называется аэротенки. Вода по мере прохождения через аэротенки, она чистится с помощью микроорганизмов. В каждом микроорганизме находится сообщество, определенное количество микроорганизмов, которым чистится источная вода. Во Владимире это не единственное очистное сооружение. На территории микроорганизмов города работают еще три. В энергетике, Пенкино и Эрктруде. Самое крупное очистное сооружение обрабатывает до 150 тысяч кубометров стоков. Но по факту работает очистная станция с большим запасом, принимая на обработку около 70 тысяч кубометров нечистот. Константин Миронов и Егор Хребко. Шестой канал. Константин Миронов и Егор Хребко. Шестой канал. Продолжение следует...